Ну что, уважаемые друзья, всем привет! С вами, как всегда, Юля и сегодня поговорим об интересных новинках, которые готовы завоевать всемирный рынок гаджетов в 2021 году. Мы уже видели, как мобильная индустрия перестала довольствоваться одним экраном на своих аппаратах и решила пойти дальше, предоставив пользователю возможность расширить границы имеющихся дисплеев в самых разных вариациях. Не обошли внимания мобильные производители и камеры и здесь, по нашему мнению, дальше всех пошла компания Vivo. Предоставив свой невероятный концепт устройства со съемной камерой, которая, согласно видению компании, может отсоединяться и работать автономно по беспроводному соединению со смартфоном. То есть, уважаемые друзья, в режиме ожидания фронтальная камера спрятана внутри корпуса, но как только вы ее активируете, то она выйдет из торца, ее легко можно отсоединить. Так что, если захотите поиграть в Джеймс Бонда, не вопрос, компания Vivo дает вам такую возможность. И теперь, уважаемые друзья, компания Asus, которая уже потратила несколько лет на изучение способов монтирования дополнительных дисплеев к ноутбукам, где ее первым экспериментом был маленький экран ScreenPad, располагающийся под тачпадом. Нынешний дополнительный сенсорный экран ScreenPad Plus можно приподнимать на 9,5 градуса и использовать для размещения дополнительных настроек приложений, ну, например, таких как Photoshop. Также можно открыть одно окно сразу на оба экрана, в таком случае внизу будет продолжаться лента, например, главной страницы новостного сайта или социального сервиса. Переброска приложений между экранами выполнена просто. Достаточно потянуть за шапку окна и рядом появится панель с двумя иконками. После этого, не отпуская окно, нужно перетянуть его на одну из них. Также сам угол наклона дополнительного экрана заметно улучшает читаемость по сравнению с предыдущей моделью, где он был в одной плоскости с клавиатурой. Поэтому два выставленных на всемирной выставке 2021 года наутбука ZenBook Duo с диагональю 14 и 15,6 дюйма продемонстрировали, насколько Asus в этой нише продвинул свои технологии. Его новые экраны стали эргономичнее и лучше отображать цвета. Также компания усовершенствовала программное обеспечение, упростив распределение задач между двумя дисплеями. Еще один умный экран, уважаемые друзья, от японской компании Panasonic, который она показала на всемирной выставке в январе этого года и он заслуживает вашего внимания. Предназначен экран для машин будущего AirHard и способен предупреждать водителя о дорожных препятствиях. Экран объединяет физическую и дополненную реальность и выводит на лобовое стекло яркую лазерную голографию. Система Panasonic точно отслеживает направление взгляда водителя и проецирует информацию на уровне его глаз, учитывая еще и то, в какую сторону тот смотрит. На лобовом стекле автомобиля выводятся данные о дорожной ситуации, навигации, скорость движения, остаток топлива и километраж. Красивые бирюзовые линии над реальным дорожным пространством указывают направление, в котором должен двигаться водитель. Желтый символ подсвечивает велосипедиста у левого края дороги, а красными знаками обозначены потенциальные опасности, такие как подрезающий автомобиль или скатившаяся на дорогу мусорная урна. Еще один огромный изогнутый 55,5 дюймовый экран MBUX Hyperscreen показал немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz. Экран занимает всю переднюю панель автомобиля и оснащен системой искусственного интеллекта для управления информационно-развлекательными и транспортными функциями. Сам экран имеет три отдельные медиазоны. Одна из них предназначена для водителя с набором всевозможных цифровых датчиков, другая для развлечения переднего пассажира. На третьем, расположенном по центру по умолчанию, отображается массивная навигационная карта и элементы управления смартфоном и мультимедийными возможностями автомобиля. Сам экран имеет OLED-технологию и покрыт защитным стеклом Gorilla Glass. Появится уже в 2021 году в электромобиле Mercedes-Benz и QS. Следующая новинка, уважаемые друзья, от южнокорейского гиганта Samsung, представившего тонкого черно-белого робота Bot Hunting, который должен стать дополнительной рукой для работы по дому. Он сможет загружать посудомоечную машину, накрывать на стол, наливать в бокалы вино и подносить напитки людям. Бот Ханди может ездить по дому на вращающейся основе, поворачиваться из торады в сторону и подниматься, чтобы доставать высоко расположенные объекты. На его корпусе есть информационный дисплей, на который выводятся два больших глаза, меняющие выражение в зависимости от ситуации. Рука-манипулятор робота имеет шарниры в плече, локте и запястье. Компания Samsung утверждает, что бот Ханди способен распознавать объекты с помощью камеры и искусственного интеллекта, определять материал предмета, захватывать его с нужной силой и подавать его туда, где он в данный момент необходим. Еще один интересный гаджет, уважаемые друзья, показала компания General Motors, представив на выставке футуристический концепт одноместного электрического беспилотника Cadillac Ivitel. Благодаря вертикальному взлету и посадке, этот самоуправляемый автомобиль сможет перемещать пассажира над городом с крыши на крышу. Сразу как-то представляешь наши крыши. Он оснащен электрическим мотором мощностью 90 кВт в час, который приводит в действие 4 ротора, позволяющие электромобилю летать со скоростью до 90 км в час. По заверению компании General Motors, ее летающие такси обеспечат пассажиру роскошное изолированное путешествие и панорамный вид на город, компания также наметила разработку двухместного беспилотника. А ее летающие Cadillac, по словам производителя, призваны обеспечить 0 аварий, 0 выбросов и 0 заторов, то есть вести к нулю все эти проблемы, возникающие на обыкновенных дорогах. Остается только надеяться, уважаемые друзья, что если вдруг электромотор откажет, то приземление будет не таким болезненным, каким оно может показаться с высоты птичьего полета. Но еще один гаджет, так сказать, на тему дня. Производитель геймерских аксессуаров Rezor решил приобщиться к борьбе с коронавирусом и продемонстрировал на всемирной выставке многоразовый респиратор Project Hazel, назвав его самой умной в мире маской для лица. Устройство имеет прозрачный дизайн, позволяющий видеть мимику лица пользователя даже в темноте, благодаря внутренней подсветке. Что будет особенно незабываемо выглядеть ночью, если учесть, что в маску встроены микрофоны и динамики для усиления голоса. А внешняя RGB подсветка имеет еще и поддержку разных динамических световых эффектов. Так что простой вопрос вечером, как пройти в библиотеку, может вызвать бурю эмоций у того, кому адресован этот вопрос. Для фильтрации воздуха на вдох и выдох у Project Hazel используются два клапана с активной вентиляции, не позволяющей маске запотевать. Компания утверждает, что ее респиратор соответствует американскому стандарту N95, то есть отфильтровывать не менее 95% бактерий. Маска будет поставляться вместе с кейсом для зарядки и одновременной дезинфекции. Ну и напоследок, уважаемые друзья, небольшой расслабончик в ванне. Американский производитель сантехники Cochlear продемонстрировал умную ванну джакузи Steelness Bat, имитирующую спа-салон в домашних условиях. Ее резервуар наполняется через дно, а сама вода стекает сквозь деревянные решетки, создавая приятный расслабляющий звук. Также ванна оснащена парогенератором для создания легкого тумана, системами ароматерапии и цветотерапии. Ну и самое интересное, уважаемые друзья, что управлять температурой и уровнем воды в резервуаре можно голосовыми командами. Ну и кто не захочет после работы прийти и почувствовать себя эдаким султаном, который только одним своим голосом заставляет слушаться уж ясененачальника и свою вторую половинку, то по крайней мере ванну это точно. Как-то даже поднимает собственную значимость. Ну и осталось только добавить, что стоимость этого психологического эффекта в зависимости от комплектации будет составлять от 6 тысяч до 16 тысяч долларов. Вы скажете это дорого, но уважаемые друзья, за кайф надо платить. Так что вот такие интересные гаджеты ожидают своего выхода в этом году. Жду ваши комментарии, что конкретно вам понравилось из этих новинок. Ну а на сегодня все и я как всегда не прощаюсь с вами. Желаю всем отличного настроения, если учесть, что весна все ближе и ближе. Не уходите с нашего канала, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов. Обязательно поддержите наш канал своими комментариями и лайками. Ну и тех, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, не забывая нажимать на колокольчик, чтобы одним из первых получать свежие видео с нашего канала. С вами была как всегда Юля и канал New Technology. Всем пока-пока!